У каждого из участников конкурса «Учитель года» свой ответ на вопрос, что волнительнее – выполнять конкурсное задание на глазах у строгого жюри или стоять на сцене в ожидании итогов всех испытаний. Три воспитателя и три школьных учителя два дня боролись за победу в муниципальном этапе. И вот свершилось. Церемония награждения по традиции проходила в актовом зале 14-й школы. Впрочем, как оказалось, победили все. Сильные стороны конкурсное задание выявили у каждого участника. Кто-то оказался лучшим в визитке, кому-то особенно удался мастер-класс, кому-то – занятие или урок. Испытания были как в очном формате, так и в заочном. В своей визитке я говорила о том, что большое состоит из мелочей. Весь мир, как пазл, разбитый на частицы. Так и для меня моя жизнь складывается из маленьких кусочков. Это работа в школе, это общение с детьми, с родителями, с коллегами, это общение с близкими, с друзьями. Так и этот конкурс стал маленькой частичкой моего большого жизненного пути, моего педагогического пути. Он дал мне опыт, он дал мне возможность понять, кто я, где я нахожусь на своём пути педагогическом и к чему мне стоит стремиться дальше. Для учителя лицея номер 9 Евгении Кузницыной участие в муниципальном этапе стало в каком-то смысле тренировкой. Педагоги государственных школ могут, так сказать, перешагнуть этот этап и попробовать свои силы сразу в региональном. Но Евгения перешагивать не стала. Этот конкурс дал возможность не только проверить свои умения как педагога, но и узнать себя как человека лучше. Так, например, на мастер-классе моей коллеги Солкиной Ольги Александровны мне удалось задуматься над тем, кто я – человек-квадрат, человек-треугольник, круг, зигзаг или человек-прямоугольник. Очень интересно было слушать Ольгу Александровну и оценивать себя со стороны. Я сделала для себя определённые выводы. Каждая из двух номинаций – педагог дошкольного образования и учитель – выявили лучшего по итогам всех испытаний. А вот минута триумфа. Почётные грамоты администрации города Слободково награждается Дверева Наталья Евгеньевна, воспитатель муниципального, казённого, дошкольного образования и учитель – выявили учитель года города Слободково-2023, и номинации – педагог дошкольного образовательного учреждения. В первую очередь победа над собой, над какими-то страхами. Это покорение новой вершины, несомненно. Это здорово. Участие в подобного рода мероприятиях очень значимо для меня, вообще для педагога. Иду я верным путём, и нужно идти дальше. Над каждым конкурсным заданием пришлось потрудиться, подумать. Но самым трудным, что я могу отметить, это было мероприятие с детьми, так как дети – это непредсказуемые люди. То есть могло в любой момент пройти что-то не так, не запланированно. Но, тем не менее, я считаю, что я достойно с ним справилась. Победа была желаема, но не скажу, что ожидаема, потому что мои соперницы, конкурсантки, все на высоте, девочки, все супер, все молодцы. Мы сделали максимально, все, что мы могли сделать, мы сделали. Почётной грамотной администрации города Слободского награждается Вакушева Анастасия Вячеславовна. Учитель начальной класса муниципального соферного очагащего учреждения гимназии города Слободского Кировской области. Победитель муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России», «Учитель года города Слободского» для 2023 номинации «Учитель года». Готовиться было достаточно сложно, потому что было мало времени, достаточно много конкурсных заданий, как заочных, так и очных. Некоторые идеи несколько раз мы переделывали, переписывали. Например, публичное выступление только в понедельник. У нас было готово окончательный вариант, а в среду уже нужно было выходить с ним на сцену. Самое тяжелое как раз – публичное выступление. Долго не могли найти идею, было много вариантов. Конечно, участие в конкурсе – это определенный опыт. Мы видели и других конкурсантов, поэтому пополнили свою методическую копилку, проверили себя на стрессоустойчивость. И лично я поняла, что я могу гораздо больше, чем я представляла. Впереди региональный этап конкурса «Учитель года», в котором наш город представят три слобожанки.